Всем доброе утро или добрый день! С вами снова я, Роман Четвертных. Надеюсь, у вас чудесная погода. В Петербурге впервые в этом году, в этом сезоне выпал снег, поэтому на улицу выходить очень не хочется. И сегодня мы с вами в прямом эфире обсуждаем три вопроса. Первый из них это вопрос, связанный с функцией пятна в стиральных машинах. Существует она? Работает она? И нужна ли она? Второе это посудомоечные машины с двумя теплообменниками в Германии. Почему в Германии в посудомойке ставят их два, а в России во многие ставят не одного? И вопрос лишних функций ваших приборов в стиральных машинах, в духовых шкафах, в холодильниках, в посудомоечных машинах. За что мы платим и что это за функция? Напоминаю вам, что канал мой абсолютно не коммерческий. Здесь нет никакой рекламы. Мы не рассказываем ничего ни плохого, ни хорошего о каких-то производителях. Мы говорим только то, что есть на самом деле. Итак, давайте начнем. Функция пятна. Вообще история самой функции пятна проще всего объяснить химией. Дело в том, что любое пятно это в принципе загрязнение. Пятно мы называем его мы, потому что оно более яркое, чем остальные загрязнения на одежде. И дело заключается в том, что любые пятна на одежде, они делятся на три основных типа. Это пятна, которые удаляются с помощью обычных детергентов, то есть растворимое загрязнение. Пятна, которые удаляются с помощью так называемых ванишей пятнового водителя. И биологические загрязнения, которые удаляются с помощью энзимов в составе стирального порошка. То есть всего лишь три типа загрязнений. Покупателю об этом знать совершенно не обязательно, ему никто об этом не говорит. Просто говорит о том, что в этой стиральной машине есть три функции удаления пятен. В этой четыре, в этой шесть, в этой пятнадцать. И машина справится наверняка. Изначально, когда эта функция появлялась и становилась модной в середине 2000-х годов, 2003, 2006, 2008, сама по себе функция работала потрясающе. То есть вы должны были положить порошок в центральную кювету номер два, порошок в кювету номер один обязательно, запустить обычную стирку хлопок, синтетик, шелк, и плюс к этому добавить одно из четырех, шести, восьми, там, двадцати функций пятен, которые есть в приборе. Что делал прибор? Сначала он забирал моющее средство из кювета номер один и делал все возможное, чтобы избавиться от этого пятна, которое, как вы считаете, является основным при той температуре, при которой нужно стирать. Например, пятна от крови стираются только при низкой температуре с небольшим количеством химии, и стиральная машина, понижая температуру, не давая ее повышать, так скажем, позволяла нам достигнуть эффекта, что и пятно исчезало, а потом, когда доходило время до основной стирки, и основная стирка проходила просто на ура. Вот так должна была действовать функция пятна, и первые пять-семь лет она так и работала, и действительно была функция пятна. Но дальше всем пришла джанга. В современных стиральных машинах всех производителей, и европейских, и азиатских, функция удаления пятен работает чисто в мозгу покупателя. Вам не нужно засыпать моющее средство в кювету номер один, либо в кювету номер два. Вам вообще ничего не нужно делать. Вы включаете ту же самую программу, на которой стирали вчера, нажимаете на функцию пятна, и что происходит? Ничего. Машина просто повышает температуру до той температуры, при которой вы будете стирать, постепенно. То есть то же, что делалось всегда, так называемое увеличение биоэнзимной фазы, на любой программе любой стиральной машины последние лет 30. То есть, по сути, алгоритм функции пятна ничуть не отличается от обычной стирки. Но, если вы верите в таблетку, ее съедаете, и она вам помогает, то почему бы с вас не брать за это деньги? Поэтому, на самом деле, функции пятна давным-давно уже нет. То есть, в данном случае, функция пятна – это всего лишь увеличение времени нагрева воды, для того, чтобы все фазы, и детергентная фаза обычная, и фаза, если так можно выразиться, энзимная для удаления продуктов жизнедеятельности человека, и фаза пятновыведения, они прошли. Тем не менее, если вы стираете на режиме 30 градусов, то в любом случае до режима пятновыведения, где работает ваниша, вы не дойдете. Поэтому мой совет – берите любую стиральную машину, которая вам нравится, и не заморачивайтесь с вопросом, есть ли там функция пятна или нет. Функции пятна нет ни в Азии, ни в Европе. Забудьте, это как ламповые телевизоры. Нет их, не существует больше. Все телевизоры одинаковые, даже если вам начинают говорить, что это телевизор из далекого прошлого, и его цветопередача, она просто сумасшедшая. Поэтому функция пятна, к сожалению, ушла, является чистым маркетингом, и заставляет покупателя платить больше денег за прибор. Если, опять же, он повелся на это, не повелся, покупайте самый бюджетный прибор на той же самой платформе, и вы не разочаруетесь. Следующий вопрос про посудомоечные машины. Один из моих зрителей написал мне название посудомоечной машины и спросил, а вот есть такая посудомоечная машина, почему у нее два теплообменника, один слева, один справа. Дело в том, что и на нашем рынке тоже, и в Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане, и в России есть посудомоечные машины, чистые европейские. Это модели, у которых расход воды на цикл составляет 6,5 литров. Не 9, не 10, не 11, а 6,5. Для того, чтобы достигнуть столь высокой экономичности, а для европейских покупателей эта цифра, она все. Она как лакмусовая бумажка, как морковка перед ослом висящим, да, то есть это главное. То есть если прибор расходует мало воды, соответственно, расходует мало электроэнергии, ну и как результат он является суперэкономичным и суперсовременным. Не забываем о дизельгейте, но здесь все-таки система работает. Как работает посудомоечная машина с якобы двумя теплообменниками? Посуда моется водой, вода сливается. Посуда ополаскивается водой, вода сливается. И финальное ополаскивание посуды снова ополаскивается водой, но вода не сливается в канализацию, а перетекает в танк, который располагается с левой стороны, с левой стенки, в противоположной стороне от теплообменника. И там эта вода сохраняется. Если вы решаетесь помыть посуду через 3 минуты после окончания предыдущего, Ну, гости пришли, 20 человек, его нужно несколько раз загружать То в этом случае у вас начинается турборежим Дело в том, что вода после последнего финального полоскания Имеет температуру порядка 60 градусов И если эту воду, а воду снова используют дважды Вода, которая полоскалась в посуду, она этой же водой начинает мыться в следующий раз Так вот, вода не успела остыть, поэтому значительная экономия времени достигается Там лишние 15-20 минут времени экономится Ну, плюс значительная экономия электроэнергии Если же вы решаете помыть посуду через день, через два То в этом случае вода из контейнера переливается в камеру для мытья посуды И там начинает нагреваться Таким образом, посудомоечная машина экономит около 3-3,5 литров воды Поэтому второй контейнер, контейнер с другой стороны посудомоечной машины Это не теплообменник, это камера для хранения использованной воды для экономии Поэтому если где-то у вас еще есть теплообменник в вашей модели, то где-то он появился В большинстве случаев компании глобальные, и если они где-то начинают зарабатывать деньги, то вполне могут себе позволить где-то и спустить рынок То есть в данном случае в России зарабатывать на посудомоечных машинах без теплообменника Например, в Германии поставить их два и при этом ничего в Германии не потерять, зарабатывая на российском рынке Ну и последний вопрос на сегодня, лишние режимы Есть ли режимы в духовых шкафах, в ворочных поверкностях, в посудомоечных машинах, в стиралках, которые вам не нужны На самом деле вопрос очень глобальный Абсолютно точно, они есть, но для каждого они свои Ведь смотрите, как работает Если у вас есть стиральная машина, и была стиральная машина лет 30 назад Например, в стиральной машине, а там пятка автомат 16, было три режима Хлопок, синтетика и шерсть, а в более старых моделях вообще два И что, она не справлялась с чем-то? То есть по сути в стиральной машине есть три основные режимы стирки Все остальные там 10, 12, 13, они от лукавого То есть берется обычная программа стирки хлопка и синтетики Просто в нее прошивается определенная температура и определенная скорость летжима, определенное количество полосканий Выбираете другую программу, другое положение программатора И у вас примерно то же самое, но чуть больше воды, но названа программа для стирки пуховых изделий То есть по сути, если бы вы залезли в инструкцию прибора в старом Вы бы сделали все то же самое, без 14 программ Но современное поколение покупателей, это поколение покупателей plug and play Вы даже не знаете в большинстве случаев, что такое plug and play Потому что лет 20 назад включить, например, в компьютер клавиатуру было нельзя Необходимо было сначала выключить компьютер, потом включить клавиатуру и перезапустить его Во включенный прибор ничего не включалось Ни клавиатура, ни какой-то там переносной диск, ни монитор То есть все можно было подключать только в выключенном состоянии Современным поколением это не работает Покупатель не хочет ничего читать Он хочет нажать на кнопку и получить результат И в этом плане, конечно, производители могут изгаляться сколько угодно И зарабатывать на нем сколько угодно денег Рассказывая про автоматизацию современных приборов На самом деле, как было три режима стирки, так и осталось Как было там 3-4 типа ткани, так они и остались Ничего в мире кардинально не изменилось за эти годы Всем огромное спасибо В течение ближайших суток у нас выйдет с вами видеообзор Духовых шкафов с функцией Full Steam Это потрясающий обзор Меня самого удивил, когда я начал изучать рынок и смотреть, что выводить Потому что то, что творится на рынке Оно выведет, наверное, мозг ищущего покупателя из строя на долгое время Каждый день, завтра, в том числе в 12.00 мы с вами встречаемся в прямом эфире Задавайте любые вопросы, я буду стараться на них отвечать Если вы задаете вопросы писемно, лучше пишите их на email Указано название канала Потому что многие сообщения просто не доходят Просто исчезают в YouTube по каким-то причинам Вы дали ссылку, написали не то слово, которое нельзя писать И все, и оно не доходит, оно уходит в спам То есть, ну вот это правило Google, правило YouTube Тут, к сожалению, к счастью, ничего не сделаешь Всем спасибо, счастливо, хорошей погоды И удачи вам с бытовой техникой Продолжение следует...